Друзья мои, есть ли у вас интерес к сбору и приготовлению настоящего ферментированного иван-чая? Я много лет занимаюсь сбором и приготовлением ферментированного черного иван-чая со вкусом чернослива. Нет, я его туда не добавляю, вкус появляется сам собой после того, как иван-чай проходит процесс ферментации. Раньше на Руси называлось квасить иван-чай, но сейчас по-моему называется ферментировать. Так вот, прекрасный напиток, пью только его, дает много сил, много энергии. И мне кажется, что много-много, кроме энергии и сил, еще дает иван-чай. О нем написано очень много, но я, например, не представляю какой-нибудь грузинский или индийский чай. Не смогу поменять его на иван-чай собственного приготовления. Так вот, о чем я, собственно говоря, есть ли у вас интерес? Я могу вам рассказать, как собирать, как ферментировать и как сушить его. Я могу записать видео, опять же, по желанию вашему, если вы будете этим заниматься, если вам это интересно. Напишите, может быть, кто-то из вас собирает и ферментирует, но только не сушит листики. Про это не пишите, это не иван-чай, это сено обыкновенное. Я очень часто сталкиваюсь с тем, что вот я иван-чай насобирал и посушил, ну-ка покажи. Вот ободрали эти листики, положили на газетку, и они стали обыкновенным сеном, там, не знаю, соломой, которая не имеет ни вкуса, ни запаха. Я вас могу научить своему опыту, как это все сделать. Если у вас есть свой опыт сбора и ферментации иван-чая, я делал иван-чай крупнолистный или же в маленьких гранулах. Мне в гранулах понравилось больше гранулированный, потому что хранить его удобнее, он более компактный, чем в ворох вот этих вот крупных листьев. Но опять же, каждому свое. Если есть познание, напишите, поделитесь, как это делали. Если есть желание в познаниях, в моем опыте, тоже пишите. Я запишу видео, расскажу, объясню. Сейчас самое время. Я думаю, что еще не поздно. Все в зависимости от погодных условий. Чай прекрасный, всем советую. Ну, а уж там почитайте, о нем много-много интересного пишут. Субтитры сделал DimaTorzok